Продолжение следует... 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 Я думаю, лучше всего будет, если Полина расскажет. Как стажер. Ну, мы расскажем, смотрите. На самом деле, самое важное, что хотелось бы сказать, когда мы пришли сюда в новой команде, в город, чего мы ожидали от коллег и тех, кто пришел с нами, и чего мы будем ожидать от вас. В первую очередь, это думать над тем, как решить поставленную задачу. Потому что основная установка многих коллег, которые очень профессиональные, очень много здесь работали и так далее, была в том, чтобы грамотно объяснить, что это сделать невозможно. Невозможно построить заряди, невозможно открыть МЦК, невозможно вылетные магистрали сделать, невозможно хорды, невозможно сделать единую транспортную систему интеллектуальную в городе Москве и так далее, и так далее. Возможно. Вы сами это видите. Вы видите, что город меняется. Каждый день меняется на ваших глазах. И мы знаем, как это сделать. И ваши идеи здесь будут очень полезны. Отвечая еще на ваш вопрос, у нас специальные есть секции TED Talks с выпускниками стажировки, где можно узнать, от чего добились выпускники стажировки и где они работают. Я сама являюсь выпускником первой программы стажировки и сейчас занимаюсь молодежными кадровыми программами, собственно, организаторы вот этого мероприятия, организаторы в целом стажировки. Поэтому общайтесь с нашими выпускниками. Мне очень приятно их здесь видеть и в зале, и на площадках. Они постоянно работают, постоянно общаются с кандидатами. Подходите, задавайте вопросы им тоже. Здравствуйте, меня зовут Мария. У меня такой вопрос. Возможно ли составление индивидуального графика? Допустим, у меня дополнительные занятия, которые потом сделают мою работу гораздо эффективнее в правительстве. Возможно ли составление индивидуального графика, чтобы как-то и работать, и совмещать вечерние занятия, допустим? Да, если вы учитесь, у вас будет 20 часов в неделю. Конечно, в большинстве случаев это индивидуальный график, который вы согласуете непосредственно с вашим руководителем и вашим наставником. Ну и коллеги из центра карьеры вам в этом тоже помогут. Главное, чтобы вы отрабатывали 20 часов в неделю. Остальное можно вам сделать под вас гибкий график. Здравствуйте, меня зовут Костянов Георгий. У меня три вопроса. Первый вопрос. Сколько всего мест для стажировки есть? Я знаю, что из года в год количество мест увеличивается, но я думаю, многих из нас интересует конкретное число. И второй вопрос. Какова вероятность получить стажировку, если человек находится на первом курсе, но у него есть большой опыт работы в социальном проектировании и в принципе в общественной деятельности? Третий вопрос я потом задам. Отвечаю на ваш первый вопрос. У нас в этом году для выпускников 40 мест, для учащихся студентов 30 мест. Ну, сразу можно перейти ко второму вопросу. Шансы, конечно, есть вне зависимости от курса. Понятно, что чем старше курс, тем, наверное, мы предполагаем, что опыт больше. Если у вас есть опыт работы, приходите, пробуйте себя, участвуйте в конкурсе. Вероятность есть, конечно. Я дополню для остальных участников. Мы в любом случае из студентов, да, мы не отсекаем заявки, мы принимаем заявки от всех студентов, но мы ориентированы, и многие из вас ориентированы на трудоустройство конкретное. Поэтому преимущественно мы рассматриваем заявки от тех, кто работал, студент 3-4 курса, для того, чтобы сразу после стажировки вы могли трудоустроиться в одной из структур правительства Москвы. Здравствуйте, меня зовут Аня, и у меня такой вопрос. Какая у вас существует система адаптации непосредственно стажера, и дальнейшая мотивация, именно как поддержка его в продвижении? Спасибо. У нас уже с течением времени огромная система. У нас в среднем мы посчитали, каждый стажер проходит порядка 10 активностей. Это семинары, это тимбилдинги, это обучение, вводные тренинги. Конечно, будет адаптационный курс, конечно, у вас будет наставник на каждом месте стажировки, которые и будут коллеги из центра карьеры, которые будут вас курировать 24 на 7 практически. Можете им в соцсетях в любое время писать. Я еще добавлю, это новое введение этого года, раньше такого не было. Да, у нас очень большое количество активности для стажеров, но в этом году мы делаем индивидуальные планы развития для каждого. То есть вы пройдете оценку, если вы успешно ее прошли и стали стажером, вы получаете обратную связь от центра оценки с теми навыками, которые вам необходимо развивать. Для вас создается индивидуальный план график, которому вы в течение 9 месяцев следуете, и ваша успешность на стажировке будет, результатом вашей успешности будет и работа, и ваше следование индивидуальному плану графику. Добрый день, меня зовут Стамин Владислав. Я недавно был на выезде центра развития и перезагрузка, где также презентовалась данная стажировка. И там возникал вопрос о информационных технологиях. Я, например, студент по информационной безопасности. У меня такой вопрос, появится ли возможность мне стажироваться именно в этом направлении в сфере информационных технологий? Спасибо. Приходите, проходите конкурс, мы вам сделаем индивидуальную траекторию. Я думаю, что это у нас будет направление комфортная городская среда. У нас просто очень обобщенные, они все туда входят. Но, конечно, есть департамент информационных технологий, я думаю, вы на него нацелились. И огромное количество организаций, которые сотрудничают с ним, как его подведомственные, так и те, кто выполняет для него разные контракты. Потому что у нас очень прогрессивная сфера IT. Прямо, ну, вы можете видеть, Wi-Fi у нас везде, там, и в парках, и в транспорте в любом, и так далее. И надо добавить, что в городском хозяйстве в Москве очень много IT-систем, и там можно приложить свои силы очень много где-то. Так что приходите. У нас есть еще проект, один большой, Мосру. Ну, вы, наверное, слышали, когда все порталы городские Москвы и госуслуги, в том числе, многие из которых вы им наверняка пользовались, завели на один портал. И это большой проект, который продолжает развиваться. У нас, кстати, работает там несколько стажеров, поэтому это проект, куда тоже можно будет прийти на стажировку. Здравствуйте. У меня такой основополагающий такой вопрос с конкретикой именно, как попасть, как вы производите отбор, и какой идеальный кандидат. Вот вы говорите о том, что многие университеты и вузы вовлечены в ваш процесс, то есть отборов кандидатов в эту программу. Но большинство, скажем так, студентов, которые учатся сейчас, бакалавры, магистратуры, не имеют, скажем, опыта работы, да, либо какого-то социального опыта. Вот мне хотелось бы узнать, во-первых, имеют ли они вообще, в принципе, шансы на то, чтобы попасть к вам, поскольку у них, что они в СССР напишут? Я был студентом там-то, ну, учусь хорошо, там, туда-сюда, вот так вот напишут. Имеют ли они шансы? Первый вопрос. И второй, как вы будете определять, по каким основным критериям? Является ли СССР основным критерием отбора? Или у вас есть еще какие-то критерии? То есть человек должен работать где-то параллельно с учебой. Он должен где-то так же, там, я не знаю, с президентом встречаться на Валдае, в Единую Россию, вступить где-то там, или еще что-то такого рода. То есть должен быть социально активным. То есть хотелось бы понять, во-первых, идеальный кандидат и критерии СССР. Да. Ну, давайте я начну отвечать. У нас, как уже Полина говорила, отбор состоит из двух этапов. На первом этапе вы подаете заявление, подаете информацию о себе, но я, наверное, буду больше говорить про второй, так называемый, очный этап. Ну, как вы знаете, у нас в Москве все руководители, ключевые руководители перед назначением проходят специальную оценку. С учетом того, что мы набираем стажеров с целью дальнейшего трудоустройства, мы сделали такую же систему и для отбора стажеров. Поэтому на втором очном этапе, те, кто прошел первый этап, мы вас приглашаем на центр оценки, который будет проходить в течение одного дня, где вам будет предложено и заполнять тесты, и участвовать в различного рода таких поведенческих игровых ситуациях, и проходить индивидуальные интервью со специалистами. При этом, конечно, критерии и ключевые аспекты, которые мы будем смотреть у выпускников и у студентов, они разные. Понятно, что тот, кто работает, здесь мы в большей степени можем смотреть опыт работы, профессионализм и так далее. У студентов, те, которые готовятся к тому, чтобы получать диплом и приходить к нам, мы будем смотреть, прежде всего, личностный потенциал, мотивацию, так сказать, различные… Коммуникацию. Да, навыки коммуникации, как вы взаимодействуете с другими людьми и так далее, потому что для нас вот эта командность, умение работать в команде очень важные критерии. Работоспособность будем смотреть, оценивать. Поэтому по итогам мы будем составлять такую общую картину по каждому кандидату и с учетом этого говорить о том, что вы прошли или мы вас зачислили в более такой лонглист, то есть в резерв следующего уровня и так далее. И очень важна, конечно, ваша способность к изменениям, к обучению, к возможности схватывать нового и так далее. Потому что в городе, вы видите, масса всего происходит. Мы сами даже не знаем, ну, чего будет послезавтра, да. Еще дополняя, ваш вопрос про то, что студент, у него голое резюме, да, я так поняла бы про это. Так вот, студент и выпускник может быть разный. И выпускник может прийти с голым резюме, сказать, что я отдал все свое время, последние 4 года учебе. Но есть студенты и выпускники, которые параллельно еще участвовали в разных практиках, еще бесплатно стажировались, а может и платно стажировались, участвовали в проектах, в том числе части проектов наших, в центре развития, в Мосволонтере. Фотографии рабочего дня. Фотографии рабочего дня. То есть были активистами там, того же активного гражданина. Поэтому резюме может быть не голым, даже если ты студент. И мы на это, конечно, на первом этапе тоже смотрим. Мы все смотрим в комплексе. И на первом, и на втором этапе. Нет такого, что есть один критерий, на который мы жестко только на него обращаем внимание. И как у вас заполнены анкеты, где вы учились, и какими активностями вы обладаете, и мотивационный ваш пост. Почему вы хотите быть с нами, в нашей команде? Добрый день. У меня такой вопрос, немного не по теме, но и в тему. Является ли внешний вид, ну, неформальный внешний вид человека, влияет ли он как-то на оценку личностных качеств? То есть если ты социально активный, но у тебя есть дреды, пирсинг, с учетом нынешней молодежи, я считаю, это очень актуальный вопрос. Мне очень нравится ваш вопрос. Мы недавно, у нас было обучение, деловому, я присутствовала на обучении делового этикета госслужащих в регионе, и вот обсуждали, как это в Москве. У нас нестандартная госслужба, у нас никаких ограничений в данном случае по внешнему виду нет, но вы должны понимать, что встречают по одежке в том числе, встречают по тому, как вы себя презентуете, это в первую очередь, какая у вас коммуникация, а внешний ваш облик, это уже уходит на второй план. Тут это ваш выбор, как вы хотите, чтобы вас воспринимали. Никаких ограничений в данном случае у нас прописанных нет. Ну и потом, на самом деле, по ходу стажировки, если вы прошли наш отбор, посмотрев, как мы работаем, нашу корпоративную культуру и так далее, вы можете и поменять свой имидж на самом деле. Вот это тоже не забывайте об этом. Да, я думаю, что многие из вас, кто придет на стажировку, удивятся, удивятся по ее окончанию, вспоминая, какими вы сюда пришли. Очень люди меняются, очень сильно. И у нас наши стажеры, к вопросу вида, у нас есть стажеры с красными волосами, были на водном обучении с фиолетовыми волосами, поэтому, но в процессе, кстати, цвет волос меняется, это все уже зависит от вас. И, кстати, про внешний вид, да, у нас многие большие чиновники наравне с костюмом официальным, да, белой рубашкой, презентабельным костюмом, носят цветные носки, например, на совещание. Есть и такие. Добрый день, меня зовут Денис, и у меня к вам два вопроса. Во-первых, скажите, пожалуйста, сроки и даты проведения следующих этапов после поделекционной подачи заявки. А второй вопрос, будет ли внесена запись о стажировке в трудовую книжку? Конечно. Отвечаю первый вопрос. Сейчас идет прием заявок, продлится он до середины ноября, и центр оценки мы начинаем в параллель, так как участников очень много, у нас нет жестко закрепленных от и до, когда мы проводим центр оценки. Как идут кандидаты, мы проводим оценку. К середине, к третьей неделе ноября результаты уже будут. То есть завершится второй этап, и вы на последней неделе ноября узнаете о том, прошли вы на стажировку или нет. И запись в трудовую книжку будет внесена. Добрый день, Василий, Полина, Павел. Может быть, с первого раза я бы вас не запомнил, но это моя вторая попытка попасть на стажировку. Вот так как Sky Inc... Спасибо. Так как Sky Inc следит за тем, какой вопрос будет самым интересным, я задам первый, на него вы можете не отвечать. И второй уже по существу. Ну, первый из London, capital of Great Britain. Надеюсь, я показал свое незнание языка. И второй вопрос по существу. Может ли стажер прийти, ну, кандидат прийти, значит, со своим проектом? Если да, то какого рода он должен быть? Должен ли он совпадать с направлением, которое выбрал кандидат? Спасибо. Смотрите, да, прийти со своим проектом можно. И, конечно, лучше будет, если ваш проект будет совпадать с тем направлением, которое вы для себя выбрали для дальнейшего развития. Просто эффект синергии. 1 плюс 1 – это больше, чем 2. В данном случае однозначно. Что касается первого вопроса, да? Нет. Да. Yes, it is. Но здесь нужно будет добавить… The London is the capital of Great Britain. Свой проект вам нужно будет в любом случае защищать и продвигать. Прийти можно. Не 100%, что вы будете заниматься именно этим проектом, но такие прецеденты у нас бывали. Так что можно пробовать. И мне очень приятно видеть людей, которые приходят к нам повторно. Вы не единственный человек. Некоторые стараются к нам попасть несколько лет. И большое вам спасибо за упорство. Я думаю, что рано или поздно ваше терпение, настойчивость и мотивация будут вознаграждены. Прозвучало так, как будто бы к нам пытаются попасть и не попадают. К нам попытаются попасть повторно и попадают. И вот у нас на стойке… Абсолютно верно, конечно. На стойке со стажерами стоят наши действующие стажеры. Один из них пытался попасть к нам на конкурс два года и сейчас является стажером департамента строительства. Добрый день. У меня к вам вопрос по поводу, соответственно, очного этапа стажировки. Какова, примерно, какое процентное соотношение людей, которые проходят вот непосредственно на очный этап от общего числа участников? То есть как много отсеивается на первом этапе, как много проходит на второй? Спасибо. Это каждый раз зависит от количества заявок, которые мы получаем. У нас были годы, когда 7 тысяч участников было на первом этапе. Где-то процентное соотношение 1 к 4, 1 к 6 зависит от того, сколько было на первом этапе заявок. Добрый день. Зовут Ахмед. Немножко волнуюсь. Впервые в вашем мероприятии. Хотела сказать спасибо организаторам. Ну и вопрос касательно… Есть опыт работы по организации спортивных мероприятий и благотворительных организаций. Вот востребовано ли и возможно ли попасть? У нас любой опыт востребован. Особенно если вы будете продолжать совершенствоваться и стажироваться в этом направлении, это будет вам обязательно в плюс. И, конечно, любой опыт востребован в том смысле, что когда человек чем-то занимается, он растет, растет и развивается. И понимает, куда дальше двигаться. Даже если, допустим, вы потом будете менять свою траекторию движения. Конечно. У нас департамент спорта и туризма с удовольствием берет стажеров. И сейчас спорт – актуальная тема, потому что скоро будет чемпионат. Поэтому направление актуальное. И Мосволонтер, площадка, которая здесь, она заряжена на это мероприятие. Поэтому и волонтерские проекты, и спортивные у нас в приоритете. Чемпионат мира близко. Здравствуйте, меня зовут Роман. Я оканчиваю четвертый курс. И у меня вопрос. У меня по учебному плану будет преддипломная практика. Могу ли я эту практику, если, например, я выиграю стажировку правительства Москвы, засчитать как свою преддипломную практику? Спасибо. Да, конечно, это бонус, если кто-то не услышал, да, вопрос. Мы засчитываем практику преддипломную и производственную, если вы являетесь у нас стажером, студентом-стажером. У меня вопрос. А есть ли у вас в команде бывшие студенты-медики? Проходили стажеры, да, с медицинским образованием. И на какое направление стоит… Социальный город. А можно поподробнее узнать, чем примерно может заниматься обустройством? То есть, поподробнее. Смотрите, работать медиком вы точно не будете. Все-таки вы идете в правительство Москвы, и это управленческая структура. Она разрабатывает программы и какие-то мероприятия по управлению этой системой. Поэтому есть департамент здравоохранения, который определяет политику в вопросе здравоохранения. Мы готовы будем подробно рассказать, в том числе на стойке со стажерами. Они тоже могут поделиться с вами. А чем будете заниматься? Тут огромный спектр, начиная от развития системы ЕМИАС, которая у нас в городе функционирует и покрывает все наши медицинские учреждения, и заканчивая новыми проектами, такими как ЛидерМед, который сейчас продвигает департамент здравоохранения, создание программы для образования медиков. Проекта… Ну вот я добавлю, сейчас еще очень большой проект внедрения системы пациент-ориентированности в наших стационарах и поликлиник. Это большой управленческий проект, который мы сейчас вот вместе с департаментом стартуем, и там очень много работы на самом деле. Поэтому будет чем заняться. Университет здесь является одним из флагманов движения как раз вот в этом направлении в образовательной сфере. Добрый день, Василий Юрьевич. Совсем недавно мы являлись студентами магистратуры вашего университета. Закончили успешно в 2016 году по направлению управления здравоохранением. Да, мы в курсе вашего совместного проекта ЛидерМед зарегистрированы. И я надеюсь, что по итогам будет сформирован кадровый резерв в департаменте здравоохранения. Сегодня мы пришли с коллегой для того, чтобы увидеть, как живет университет на сегодняшний день. Мы являемся готовыми специалистами с большим опытом работы и с большим опытом управленческой деятельности. Скажите, пожалуйста, вот эти стажировки в городе Москве, они как-то будут специалистом или только для выпускников и студентов старших курсов вузов? Это первый вопрос. И второй. Являясь по своему возрасту чуть-чуть старше среднего возраста аудитории, у нас уже есть дети, которые совсем скоро будут являться выпускниками школ, то есть старших классов. Для них что-то может подготовить ваше правительство или университет? Спасибо большое. Ну давайте начнем с ответа на первый вопрос. На самом деле возраст тех, кто приходит к нам на стажировки разный, но мы всегда говорим, если у вас уже, вы закончили бакалавриат, магистратуру, там специальные программы и есть какой-то опыт работы, и вы хотите работать в проектах Москвы, может быть стажировка это и не единственный путь, и вам нужно просто устраиваться и работать в департаменте или в подведомственных структурах. Поэтому здесь, наверное, вам решать, вы можете соотнести и посмотреть. Все-таки работа стажера, в нем есть своя специфика, и вы должны соотносить, в какой степени вам это интересно. Если отвечать на второй вопрос, то, конечно, у нас очень много программ для школьников. Мы сейчас начали работать со старшими классами, и даже больше того хочу сказать, у нас по Москве есть договора очень со многими школами, и мы организовали несколько профильных классов, где наши специалисты будут проводить занятия, и мы организуем для них и экскурсии по городу Москве, причем не просто такого культурно-просветительского плана, а встречи в департаментах в нашем университете, различного рода квесты и так далее. То есть с профильными классами мы работаем очень много, поэтому если есть интерес у ваших детей, мы будем только рады. Еще есть центр занятости молодежи, они тоже представлены у нас на площадке. Их целевая аудитория, начиная с 14 лет, поэтому это как раз выпускники школ. У них есть много программ и даже вакансий для таких молодых ребят. Добрый день, я являюсь студентом данного университета, и я также хотел бы спросить, создают ли студенты на стажировке собственные проекты, и реализуются ли они в Москве, и есть ли примеры данных проектов? Да, такие прецеденты у нас есть, когда стажеры прорабатывают свои собственные проекты, и у них есть возможность его реализовать. Я вам приведу один из примеров. У нас был один стажер, который предложил определенный проект по вертикальному озеленению на домах, и этот проект реализуется в настоящий момент. Эта идея принадлежит именно стажеру, он большой энтузиаст в этой сфере, и, соответственно, этот проект работает сейчас, поэтому, да, такое возможно. У нас в 15.30 будет выступление TED Talks, тоже с ребятами, выпускниками правительства Москвы, и там будет один из наших очень успешных выпускников, Илья Ипишкин, он сейчас трудится в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Так вон, он в команде со стажерами сделали проект «Арт-переход», который работает уже много лет, они стажировались три года назад. Это регулярная практика в день города такой активности по всей Москве. Начинали с одного перехода, где были выставлены арт-объекты, сейчас это выставляется по всему центру города. Поэтому такая практика есть, и тут все зависит от активности конкретных людей. Если вы заряжены, если вы энергичны и нацелены не только на работу в конкретном отделе, но и готовы еще коммуницировать в процессе, то все возможности для этого стажировка открывает. Добрый день, подскажите, пожалуйста, я развиваюсь в сфере рекрутмента. Есть ли у вас что-то в сфере подбора и управления персоналом? Супер! Так это мы! Мы сразу вас бьем. Ну, я шучу, конечно, но это очень актуальное для нас направление. Вот, собственно, вот это мероприятие – это один из проектов рекрутмента, да, и стажировка – это один из проектов рекрутмента. Поэтому это укладывается в направление «Социальный город». Вы, пожалуйста, подавайте заявку. Мы очень ждем на управление персоналом. У нас объемы колоссальные, проекты очень интересные. Например, подготовить интерн-пикник за 10 дней с тремя тысячами регистрации – вот одна из амбициозных задач. И у нас есть стажеры, которые проходят стажировку и в управлении госслужбой кадров правительства, и в нашем университете, поскольку мы вместе, как одна команда, занимаемся рекрутингом и персоналом. Здравствуйте, меня зовут Артур. У меня два вопроса к вам. Первый касается обменной стажировки. Если ты проходишь на стажировку в правительство Москвы, как попасть конкретно на эту? Второй вопрос тоже касается проектов. Если ты не хочешь заходить со своим проектом, но у тебя есть действующий проект, может ли быть оказана какая-то поддержка? Отвечаю на первый вопрос и расскажу чуть шире. Это бонус, который есть у нас на программе. Мы этот проект очень любим. Он начался в 2015 году. Обменная стажировка. То есть у нас стажеры в процессе своей 9-месячной или годовой стажировки, они не только работают в органы власти, но имеют возможность, лучшие, это не для всех, это для, как правило, для 10-20 человек за всю стажировку, есть возможность поехать в другие регионы, поучиться опыту, как они реализуют проекты, и потом рассказывать об этом в Москве. Мы так ездим уже 3 года, уже мы ездили в Питере. В Питер принимали в этом году делегацию из Красноярска. В следующем году планируем съездить еще и в Казань, и в Красноярск, и в планах Сочи. Поэтому, как попасть на обменную стажировку, это вы уже узнаете, если станете стажером. Нужно быть усердным. Такие же критерии примерно, как для студентов и выпускников, такие же критерии для стажеров. Нужно быть сверхчеловеком, сверхстажером. Поддержка своих проектов. Тут все индивидуально. То есть мы не скажем вам какие-то ответы на все вопросы. Все зависит от актуальности вашего проекта, насколько он попадает в стезю, и он с городом на одной волне. Если это так, то я думаю, вы можете пойти стажироваться туда, где похожие проекты реализуются, и придумать что-то совместное. Есть ли перспектива работы с иностранными языками? Допустим, я учусь в лингвистическом университете, и у меня три языка. Я бы хотела их развивать и использовать. Есть ли такая возможность на стажировке? Скажем откровенно, таких проектов не очень много, и не все департаменты работают с иностранными языками. Но в преддверии такого крупного мероприятия, как чемпионат мира, у нас есть профильные департаменты, в том числе и департамент культуры, и департамент спорта и туризма, который так или иначе и масс-волонтер, наверное, тоже задействован в этом проекте, и иностранный язык там будет нужен. Ну и таких специалистов у нас немного с тремя языками, поэтому, в принципе, шансы нет. У нас регулярно проводится Московский урбанистический форум, и хорошим, уже с хорошей традицией стало в том, что наши стажеры участвуют там как помощники разных делегатов, которые приезжают из разных стран. Поэтому вас туда направим. Да, я уже так работала, спасибо. И еще последний вопрос про корпоративную культуру. Этот вопрос уже затрагивался, и мне было бы интересно узнать, чем вообще отличается работа в правительстве Москвы от стажировки, допустим, в других каких-то государственных структурах? Есть ли у вас какие-то особенности, интересные факты, там, традиции или что-то подобное? Ну, может быть, это будет нескромно, но, наверное, мы начнем с того, что у нас действительно очень классная команда, потому что мы все единомышленники, это первое. И второе, наверное, то, что нас отличает, это такой, знаете, ритм и скорость, потому что, как вы знаете, в Москве очень много проектов, для того, чтобы их делать за такие короткие сроки и с такими результатами, нужно много работать, и у нас очень высокий темп. Поэтому, наверное, это тоже такая характерная черта нашей команды. Мы все работаем в таком жестком, очень высокоскоростном режиме. И, конечно, мы всегда приветствуем, когда к нам приходят молодые люди, которые разделяют эти ценности и готовы с нами работать. И мы все очень любим Москву, это тоже очень важно. И у нас, вся наша команда, это энтузиасты, которые работают и потому, что это интересно, и потому, что они очень любят Москву и видят результаты своего труда. Поэтому для нас это очень важно. Я добавлю, что у нас, это не наш корпоративный слоган, но он у нас работает, и мы его регулярно сами для себя называем. Я говорю про стажировку, да, и про наши проекты. Это больше, чем работа. То есть это не просто работа. Вы должны понимать, когда вы попадаете в нашу структуру, каким бы вопросом вы не занимались, в каком бы вы направлении не стажировались, все, что вы будете делать, будет касаться конкретно вас, конкретно вашего соседа, вашу семью, ваших друзей. То есть все, что вы делаете в Москве, касается и конкретных жителей. Поэтому мало какие компании могут этим похвастаться. То есть вы делаете те проекты, работаете в тех департаментах, которые влияют непосредственно на жизнь. Это первое. То есть наша деятельность немного отличается. Есть здесь и плюсы, и минусы. И второе, что касается корпоративной культуры, вот на стажировке она офигенная. Я по-другому не могу сказать, потому что вы попадаете, вы не просто приходите на работу, вы попадаете в команду единомышленников, таких же там 70 или 100 человек мотивированных, амбициозных, энергичных, которые вот горят, заряжены желанием делать какие-то новые проекты уже с идеями. И это вас тоже мотивирует. Это уникальная среда, куда попала я, попала и осталась, и которую я всем рекомендую. Теперь про корпоративную культуру. Значит, я два только сформулирую тезиса буквально. Значит, первое, что у нас принято, это будь готов к любой роли. Вот мы здесь сейчас стоим, и мы готовы к любой роли на самом деле. То есть если надо будет пойти там чай-кофе помогать, раздавать, мы пойдем чай-кофе раздавать. Несмотря на то, что мы вроде как большие начальники. Вот к любой роли серьезно. И второе, это нужно ценить момент. То есть сделать максимум здесь и сейчас, не откладывая на потом. Вот это, пожалуй, два момента, которые характеризуют нашу команду целиком. Ну вы видите, какие результаты. Приветствую, Василий Юрьевич. Приветствую всех участников. Моим имя Артем Конев. Я студент Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. А вопрос касаемо направления стажировки. Как быть, если студент все четыре года занимался несколько другим, не связанным со своим профилем, например, подал на медийный город, да, направление, и по компетенциям он не подходит на данное направление. Ваши коллеги, они советуют ему подать заявку на другое направление или нет? Или сразу он вылетает из отбора автоматически? В данном вопросе мы смотрим, конечно, гибко, и на центре оценки, на втором этапе, когда будет проводиться интервью, мы можем корректировать ваше направление стажировки. То есть в данном вопросе не критично. И мы не ждем, еще раз повторю, развития каких-то профессиональных компетенций от вас. Мы ждем от вас в первую очередь демонстрации потенциала. И еще очень важно сказать, большой секрет вам сейчас открою, про наш центр оценки. Это не экзамен. Это место, где мы помогаем вам максимально раскрыться, максимально продемонстрировать свой потенциал. Вот что такое центр оценки. То есть мы не стремимся вам поставить какую-то там пятерку, тройку и так далее. Мы стремимся посмотреть, с вами пообщаться, вам чего-то посоветовать. Может быть, задать сложные вопросы. У вас могут на них не быть ответы. Но если вы будете думать над ними и развиваться, то у вас все получится. Добрый день. У меня пара вопросов. Скажите, пожалуйста, играет ли какую-то роль то, на каком направлении обучается студент бакалавриата? Ну, например, отдается ли предпочтение государственным правовым дисциплинам, политологии или государственное муниципальное управление? Или это, в принципе, не имеет никакого значения? Принципиально не имеет. Мы смотрим на разные направления. Все зависит, опять же, не только от вашей специализации, вашей специальности, зависит от того, какие активности вы еще выполняете в ВУЗе. Нет никакого приоритета к тому, что мы берем государственное муниципальное управление. В этом смысле нет. У нас есть правовой город, да, и юристы, они очень востребованы в правительстве Москвы. В этом городе, конечно, юридическое образование, оно нужно, а так, в принципе, не принципиально. Скажите, в каком направлении будет интересно пойти на стажировку студенту направление политическая журналистика? Медийный город. Он, собственно, создан, в принципе, для таких направлений, для журналистики, для политической журналистики без проблем. Направление медийный город. У нас стажируются, на самом деле, не только в органах власти, но еще и в подвесных учреждениях и организациях. И наши стажеры проходят стажировку в газетах, например, «Вечерняя Москва» или в других наших московских изданиях, в том числе на медийном городе. Добрый день. Два вопроса. Есть ли какие-то ограничения по возрасту? И какие мои действия, если я умею очень много, и как определиться, куда именно мне идти? Разорваться между красивым и умным, да? У нас жесткого ограничения нет, но ограничения в том смысле, что молодежь у нас в Москве – это до 30 лет. Поэтому мы стажировку все-таки рассматриваем как возможность для студентов и выпускников получить первый или второй опыт работы. Это такой вход в карьеру. Для специалистов с опытом, если вы уже много чего умеете, вы идете на карьерный портал правительства Москвы, и там представлены вакансии по всему направлению правительства, и вы выбираете уже подходящую вакансию для человека с опытом работы. И у нас еще есть тест специальный «Кто я в правительстве Москвы?». Вы можете его пройти и посмотреть, какое направление там вам порекомендуют. Кстати, рекомендуем его всем участникам и стажерам, и студентам, и выпускникам, специалистам с опытом. Добрый день. Вопрос заключается… Ну, немного интересный вопрос. Вернемся к тому периоду, когда вы были в университете. Взяли бы вы себя в стажеры правительства Москвы или нет? Когда мы учились с Василием Юрьевичем, а учились мы в университете, в Московском государственном университете имени Ломоносова, таких программ не было. Хотя постепенно они начали появляться, крупные телекоммуникационные компании начали внедрять, как самые прогрессивные и так далее. Я надеюсь, что я бы попал, но я боюсь, не я бы оценивал в тот момент. Я бы точно… Я могу вам 100% сказать, что я бы пробовал. Тогда я учился еще, когда был комсомол в полной силе, да? Поэтому думаю, что мне было бы это интересно, и я бы прошел. Но на самом деле время очень сильно поменялось, поэтому такой вопрос. Здравствуйте, я физик-теоретик, и как мне это поможет? И второй вопрос. Есть ли аспирант? Я могу претендовать на 20 часов в неделю, а не на 40, чтобы защитить кандидатскую? Да, да. Ну, у нас аспирантура сейчас на сегодняшний день – это третья ступень высшего образования, поэтому да, вы сможете прийти. А физик-теоретика – это хорошо, значит, у вас, скорее всего, с мозгами все в порядке, поэтому, в принципе, разные направления для вас открыты. Мыслить вы, скорее всего, умеете, поэтому главное дальше – желание. Приходите к нам на отборочный этап. Здравствуйте, меня зовут Адилия, я студентка четвертого курса филологического факультета по направлению мировая художественная культура и искусствоведения. Также я являюсь студенткой второго курса по направлению госуправления. Но вот я подавала однажды заявку, и не была принята. Возможно, это связано с тем, что у меня не было опыта по двум этим направлениям, и я выбрала не то направление. Вот что мне делать, какое направление выбрать – вот такой вопрос. А вы подали еще раз заявку? Да, подала. С чем это может быть связано? Я могу вам только сказать, что вам нужно максимально отразить все ваши активности. Вот вы уже начали говорить, что я студент, красавица-комсомолка, да, и тут и там учусь. У вас наверняка еще есть какой-то практический опыт, его обязательно нужно указать. И отразите вашей мотивации в вашем эссе, почему вы хотите к нам, почему именно к нам, и второй год вы уже добиваетесь, и что вы хотите здесь делать. И, может быть, все получится. Я еще добавлю, наверное, отвечая на ваш вопрос. Вот на самом деле в престижные вузы, когда абитуриенты поступают, по крайней мере в советские времена так было, когда в университет поступали, люди поступали по 5, 6, 8 раз. И потом, наконец, поступали, например, на психфак, который мы с Павлом Анатольевичем заканчивали, там люди поступали иногда по 10 раз, 10 лет подряд. Просто им это очень хотелось, это было для них очень важно, и они в конце концов поступали и успешно заканчивали. Так и здесь. Приходите, пробуйте, на самом деле это абсолютно нормальная история. Знаете, хотелось бы начать с того поблагодарить вас, поблагодарить за это мероприятие, потому что я вправду сидела в интернете, все обыскивала, куда идти, что делать, и никак не могла понять. Благодаря вам я уже знаю, как поступить, следующие шаги, и все в этом духе. Итак, зовут меня Наталья, и мой вопрос касается, опять же, мы здесь все собрались, большинство, ради стажировки. Так вот, по истечению 9 месяцев мы прошли стажировку, и будет ли упрощено прохождение комиссии? То есть мы прошли стажировку, да, получили от вас направление, письмо счастья, и будет ли упрощено для нас прохождение комиссии для следующего этапа? И помимо этого, второй вопрос, хули я встала, это будет на постоянной основе работы уже, или же, опять же, на основе договора? Может быть, я ошибусь, переформулирую еще раз вопрос. То есть первый вопрос, что вы будете делать после окончания стажировки через 9 месяцев? Смотрите, у вас будет заключение о прохождении стажировки успешном. Вы сейчас учитесь или работаете уже? Учитесь. Смотрите, на госслужбу мы можем взять согласно квалификационным требованиям человека с высшим образованием. Вот поэтому на госслужбу вы сможете попасть только, когда у вас будет завершенное образование и диплом на руках. Но в любом случае стажировка – это повод и плюс для вас попасть на работу, поскольку те 9 месяцев, которые вы проведете, будут вам засчитаны, по сути дела, в стаж. И требования к вашему стажу после окончания вуза и после получения диплома вам предъявляться не будут. Потому что сейчас даже на первую любую должность нужно серьезную, как минимум, один год стажа. У вас уже этот стаж будет. Но еще раз говорю, при успешном прохождении стажировки. Нас обычно нам задают еще вопрос, а зачем вам это? Так вот, нам нужна эта программа стажировки в основном для того, чтобы так много молодых, энергичных и инициативных ребят пришли на работу. Наша цель, чтобы вы по окончании стажировки трудоустроились. Поэтому с нашей стороны мы делаем максимум для этого. Нововведение этого года, и это коснется стажеров, которые сейчас завершают, вы включаетесь, если у вас есть высшее образование, в кадровый резерв. Что это для вас значит? Что вы получили бумажку, и вы в течение продолжительного времени, трех лет, можете без конкурса претендовать на вакансии, которые открыты. Это раз. Два. Мы условно продаем наших выпускников стажировки в органы власти. У нас 45 департаментов, 11 префектур. Мы делаем на вас красивое портфолио, помимо вашего резюме. Какие вы стажировки прошли, какими навыками вы обладаете, какие у вас достижения. И мы рассылаем это портфолио по органам власти для того, чтобы у них была возможность вас схантить. Поэтому с нашей стороны мы, если вы успешно проходили стажировку, делаем максимум, чтобы вы трудоустроились. Ну и плюс еще по ходу стажировки в течение этих 9 месяцев вас смотрят сами руководители тех органов власти, где вы проходите. И очень часто нас просят потом заполучить именно этого стажера, который понравился, который хорошо работает и так далее. Поэтому рассматривать это еще как такой испытательный срок в течение 9 месяцев, когда у вас есть возможность показать себя. Все зависит от вас и иногда пытаются забрать даже до истечения 9 месяцев на работу. Здравствуйте, я студент РГУ нефтегаза имени Губкина. Хотел вас спросить, у меня нефтегазовое образование на пятом курсе. В каком департаменте я могу реализоваться, если я попадаю к вам на стажировку? Городостроительство или что-то другое? Спасибо. Какое-то время назад у нас был департамент топливно-энергетического хозяйства. Сейчас он слился с департаментом ЖКХ и благоустройства, соответственно, в этом департаменте и подведомственных организациях ему. Я думаю, жилищно-коммунальное хозяйство. Все, коллеги, большое спасибо вам за ваши вопросы. Вижу, что готовились все эти полгода. Большое спасибо вам за то, что вы... Большой вопрос. Так, здорово отвечали на все. Коллеги, какой лучший вопрос, кто сегодня унесет с собой сертификат Skyeng на 8 уроков, бесплатных уроков английского языка? Единогласно лучшим признан вопрос относительно того, взяли бы ли мы сами себя на стажировку. Отлично! Победитель, пожалуйста, в сцене. Пойдем! Ура!